Здравствуйте! Сегодня я хочу рассказать о русском народном продукте, о маркетинге русского народного продукта. Сейчас это очень актуально, потому что санкции, тренд на замену западного продукта российским, помимо этого это очень интересный шанс для того, чтобы с русским продуктом выйти на некоторые зарубежные рынки. Но вы знаете, у меня в руках два примера. Это иван-чай, обычный иван-чай и элитный иван-чай. Заметьте, упаковки одинаковые, да? Этот стоит элитный 220 рублей, а этот стоит 200 рублей на 20 рублей, на 10% дороже. Это неправильно. С таким мы не выйдем ни на зарубежный рынок, более того, даже у нас в России такое будет продаваться достаточно сложно. Кстати сказать, сам продукт, иван-чай, и тот иван-чай, который находится именно в этих упаковках, он достаточно вкусный, я сам его сделал. Но маркетинг, упаковка, она никакая, с этим нельзя. Это просто, называется, делали хоть как-то. Сейчас, будь то пищевой продукт, будь то даже какой-либо отель в руссконародном стиле, оно возникает как бы с новой волны. И чем дальше, тем больше это будет продолжаться. Санкции уйдут, неважно, это будет развиваться. Я 5 лет прожил за рубежом, я работал за рубежом, маркетинг за рубежом. Я знаю, что такие продукты, как Фаберже исторически, как Матрешка, они известны, их любят, они ассоциируются с Россией. Многие люди за рубежом знают о калашнике, о русской водке. Русская водка это то, что реально продается, не как сувениры, а просто как русская водка, реально очень хорошо продается за рубежом. А вопрос, а есть ли еще продукты? Может ли чай, так же как китайский чай, индийский чай, наш Иван-чай или наши русские травы продаваться за рубежом? Очень легко запускать. Для этого нужен хороший маркетинг. Здесь пример. Если вы продаете элитный продукт, сделайте его в классной упаковке. Пусть это будет из дерева, пусть это будет резное, какое-то другое красивое. Назовите, это не элитный, это не ассоциируется с русским народным. Человек, неважно с каким он доходом, средним, малым или он богатый человек, он когда покупает такой продукт, он хочет не как фэшн, как одежда, например, фэшн брендс, что-то еще, европейское, западное. Нет, он хочет русское народное, не элитное, а особое, другое. Если это праздничная, естественно, праздничная упаковка, можно назвать праздничная, здесь ничего элитного нет на самом-то деле. Если мы выходим на зарубежный рынок, пусть это будет супер идентичная с Россией упаковка, с идентичной Россией русским народным продуктом. Это будет приятно и нам, и на этом, конечно же, можно хорошо заработать, на том же Китае. Я несколько лет прожил в Китае, я знаю, что там покупают русского народного, очень мало. С этим можно выйти на китайский рынок, да, там есть чаи, но там нет этого. И сделайте, пожалуйста, хороший продукт с точки зрения и упаковки. Сделайте, пожалуйста, хороший маркетинг, и там это тоже хороший рынок. В России нам самим тоже было бы приятно понимать действительную разницу между элитным иван-чаем и обычным иван-чаем. Не 20 рублей, не 10% стоимости, а действительно разобраться, что к чему. Есть еще вопрос о ценообразовании. Сделав это, внутри очень хороший продукт, я сам его пью, этот элитный иван-чай. Он классный. Давайте сделаем еще классный маркетинг русского народного продукта. Спасибо. Спасибо.